Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня будем говорить о реакциях стресса в условиях пандемии. Мы с вами уже не раз говорили о стрессе, чего это такое, как он проявляется. Мы попали в новую ситуацию, это пандемия коронавируса. В связи с этим имеем некоторые ухудшения тех проблем, которые уже были у онкологического пациента. То есть ситуация неопределенности, которая сопровождает онкологическое заболевание, удвоилась. Туда добавились переживания и страхи, связанные с опасностью в связи с пандемией коронавируса. Помимо этого у нас остаются переживания, которые сохранились еще и в связи с онкологическим заболеванием. К этому у нас добавляется режим самоизоляции, вынужденный режим самоизоляции, который провоцирует различные реакции скуки, апатии, беспомощности, бессилия. Естественно, в этом состоянии может ухудшаться и физическое состояние, и психическое состояние. И если к этой ситуации добавляется утрата профессиональной деятельности или ее ограничения, то в итоге мы будем иметь ситуацию острого стресса, из которой непонятно, как выходить, и непонятно, какие последствия будет иметь уже после того, как, например, разрешится ситуация с пандемией. Итак, сегодня будем говорить об общих рекомендациях, поводу того, как можно себя вести и как можно совладать со своей тревогой, со страхом в условиях пандемии. Для начала давайте определим систему, нормально ли вообще-то в этой ситуации переживать такие сильные чувства страха, беспомощности, злости, той же самой скуки. Поскольку тот контекст, который я уже озвучила, и в котором мы пребываем, в котором приват-онкологический пациент провоцирует эти реакции, то есть они уже возникли, от них никуда не денешься, значит, по сути, это нормально переживать в данной ситуации. То есть мы здесь не можем не испытывать стресс. Почему? Потому что есть условия, которые от нас не зависят, есть обстоятельства, которые как бы заставляют нас принять наши ограничения. Естественно, мы не привыкли терпеть ограничения, нам это не нравится, и мы будем реагировать и по-разному сопротивляться, что является нормальной формой выражения реакции. Итак, если приступать конкретно к рекомендациям, то начнем с просмотра новостей о COVID-19. Как-то на разных школах пациентах мы говорили о том, как бы так не искать новости об онкологическом заболевании, не искать разные истории. Ситуация, собственно, здесь практически такая же. Единственное, что стоит для себя определить приемлемый объем информации в течение дня. То есть точно не более трех раз в день стоит заглядывать в интернет или в телевизор или в соцсети за поиском новостей о COVID. Притом информация должна быть надежной. Это не сбор сплетен, это не сбор каких-то домыслов или мнений разных специалистов, разной степени экспертности, а надежные источники. И информацию мы ищем для чего? Не для того, чтобы себя как следует напугать и нафантазировать страшные и ужасные картины нашего будущего, а для того, чтобы понимать, какие профилактические и защитные меры мы можем применить в отношении себя и своих близких. Важно при поиске информации о COVID, об актуальной ситуации, сосредотачивать свое внимание на положительных историях о COVID. Естественно, психика устроена таким образом, что за положительные истории мы тихонечко радуемся, а по поводу негативных историй мы очень сильно переживаем и начинаем проецировать это на себя. Но тем не менее, все довольно критичны к реальности, поэтому стоит сосредотачивать внимание на том, как другие пациенты или просто люди справляются с пневмонией в рамках пандемии. И те самые надежные источники, которые вы уже встречали, мы просто их решили подсобрать на одном слайде. Это, естественно, Всемирная организация здравоохранения, которая выпускает различные информационные буклеты, описанные простым языком. Официальная информация о коронавирусе в Российской Федерации, то, что происходит в России. Также это информационный ресурс, на котором описаны различные способы, как защитить себя, как профилактировать заболевание. И описаны различные контакты, куда можно обращаться в случае, если у вас симптомы или подозрения, или вам просто нужна еще дополнительная информация. Сайт Роспотребнадзора и Министерство здравоохранения Российской Федерации. Дальше. Находясь с вынужденной самоизоляцией, важно поддерживать распорядок дня, который был, если это возможно. Если это невозможно, то составить себе распорядок дня с нормальными рабочими днями, днями функционирования, мы их можем назвать, и с нормальными выходными днями от повседневной рутин, от повседневных дел. То есть организовать пространство важно также. Выделить зону, где вы будете работать, и зону, где вы будете отдыхать, взаимодействовать с родственниками, близкими и так далее. То есть важно понимать, в какое время, где я нахожусь и чего делаю в течение дня, для того, чтобы утром не просыпаться и не думать, а зачем я сегодня утром проснулся, когда ситуация не меняется, все вокруг одно и то же, каждый день, как день сурка, тревога та же, страх тот же. То есть важно организовать себе деятельность. Эту деятельность также важно чередовать, поскольку в ситуации изоляции, мы здесь говорим про изоляцию, в ситуации изоляции мы утомляемся быстрее, в связи с тем, что деятельность часто может быть монотонной. И если там при походах на работу мы с работой возвращаемся, и как-то у нас эти зоны отделены, и мы понимаем, что дом для отдыха, работа для работы, то дом этот сделать сложнее. Поэтому важно это самостоятельно себе организовать, включать периоды физической активности по возможности, умственной деятельности и, соответственно, разгрузки этих анализаторов зрительных, слуховых, разгрузку мышления и так далее. Важно все так же соблюдать режим сна и бодрствования, про что мы без конца говорим. Это становится важным и в рамках пандемии. Почему? Потому что когда повседневная деятельность меняется, вроде бы держать определенный режим сна и бодрствования не обязательно, ведь если ты где-то ночью не поспал или поздно лег, то можно днем доспать. Но ситуация пандемии закончится, а ваш головной мозг и эндокринная система останется при вас и будет прежней. Поэтому для нее важно поддерживать этот режим. Важно распределить время для общения и уединенности. То есть понятно, если в доме большая семья, то вас могут все время кто-то дергать, у разных людей разные желания, разные потребности. Тем не менее в этой ситуации хотя бы час для себя, отдельно от всех, выделить важно. Даже если это будет не час, а 40 минут, это уже хорошо. Естественно, если это требуется, потому что есть люди, есть пациенты, которые не могут выносить, например, одиночество, им наоборот нужна какая-то активность. И в ситуации изоляции важно не изолироваться психологически, потому что у нас и так много ограничений. Старайтесь не изолироваться контактно, не прерывать общение с друзьями. Даже если возникает ощущение, что повседневно ничего не происходит и делиться нечем. Это неправда. Если вы давно взаимодействуете, значит, у вас есть общие темы для обсуждения, и, соответственно, их важно поддерживать. Во время коммуникации важно не посвящать много времени обсуждению слухов от текущей ситуации. Можно делиться эмоциональными переживаниями, но не для того, чтобы подогревать фантазии друг друга. Особенно если вы знаете, например, что в вашем окружении есть люди, которые легко поддаются панике и тревоге. Важно сформировать свою точку зрения на текущую ситуацию, потому что в ситуации пандемии у нас есть две диалектические точки зрения. Одна – отрицающая опасность, и вторая – паникующая по поводу опасности. Важно определиться с тем, как я к этому отношусь. И, соответственно, выстраивая отношения, выстроится и понимание тех мер, которые мне необходимо принять, чтобы себя обезопасить. А если я себя обезопасил, то моя тревога уже снизилась, и я могу сам с собой сосуществовать. И в режиме изоляции, и вообще в течение жизни в целом. Часто распространены реакции скуки. Скука – это, по сути, отсутствие какого-либо эмоционирования. Ничего не чувствую. Это называется скука. Когда мы ничего не чувствуем, и нам скучно, и мы не знаем, куда себя деть, важно здесь применить усилия воли и организовать для самого себя досуговую деятельность. Обычно бывает тяжело начать это делать. Там подбирается потихонечку лень рядом со скукой, и вот удобнее ничего не делать. А рядом со скукой и ленью появляется тревога, ничего не делать, но при этом тревожится, что я ничего не делаю и не знаю, чем себя занять. Вот необходимо чуть себя заставить потихонечку организовать какую-то досуговую деятельность, даже если это будут какие-то маленькие повседневные дела, которые приносят вам хоть немного удовольствия, поскольку они позволят вам отвлечься и на них сосредоточиться хотя бы на некоторое время, что уже даст вам ощущение некоторого отдыха. Можно, естественно, приступать к делам, которые ранее откладывались. Тайну мы вам не открываем, но тем не менее, если кто забыл, обычно таких дел накапливаются целые списки, и можно по этим спискам тихонечко ходить. Важно, чтобы цели, которые ставятся, допустим, по отложенным делам, были долгосрочными, чтобы и на период постпандемии, когда она все завершится, их можно было бы продолжать. То есть окончанием пандемии жизнь не оканчивается. Дальше жить нужно будет тоже, и это уже будет другой темп. Поэтому важно сейчас сохранять какой-то свой индивидуальный темп жизни. Важным моментом является попытка не замечать тревогу. Многие могут за собой замечать, например, моменты заедания тревоги. То есть это вот «мне скучно, пойду поем». На самом деле мы эту фразу можем заменить «я тревожусь, не знаю, по какому поводу я тревожусь, и можно сейчас поесть». Что, собственно, будет замещать тревогу просто моторным действием. Что-то происходит, я что-то делаю. Это лучше, чем ничего. Важно не употреблять алкоголь в психоактивные вещества. Надеюсь, что никто не пытается таким образом справиться со стрессом, но все же напоминаем. И вместо вот таких способов замещать дискомфортное эмоциональное состояние, лучше выбирать разрядку эмоционального напряжения, о которой мы также без конца с вами разговариваем. Напомню, что может служить разрядкой эмоционального напряжения. Это, естественно, адекватная физическая нагрузка. В домашних условиях это можно делать. То есть можно консультироваться заочно с врачом ЛФК, например, нашего отделения реабилитации, уточнять, какие режимы нагрузки подходят вам. И, соответственно, выполнять назначение. Занятия привычными бытовыми делами обычно хорошо разряжают тревогу. Ну, всем знакомы ситуации, когда внутреннее состояние тревоги возникает, какого-то напряжения, и вот можно пойти и сделать дома генеральную уборку, что довольно хорошо разрядит эмоциональное напряжение. Сублимация в творческую деятельность, диалог с близкими и с друзьями. То есть это может быть диалог не обязательно о том, что я жутко тревожен, это может быть просто говорение о чем-то, что, собственно, отвлекает и также служит хорошей разрядкой. Существуют методы регуляции эмоционального состояния, то есть это дыхательные упражнения, медитация, релаксация. Сложным вопросом являются лечебно-диагностические мероприятия, которые откладываются в период пандемии. Эту тему уже немного затронул Антон Андреевич, когда говорил в своем докладе об иммунотерапии. И первое, что, конечно, нужно сделать, это связаться со своим лечащим врачом для того, чтобы понимать, как дальше будут выстраиваться те самые лечебно-диагностические процедуры, в каком режиме, от чего это зависит. И в ситуации, если прерывание лечения прошло на период планового лечения, также стоит уточнять у доктора о возможных осложнениях и о том, что пациент сам может с этим сделать и в каких случаях вызывать скорую помощь и так далее. То есть важно самоинформировать себя с помощью своего лечащего врача, естественно, если это доступно. При этом важно помнить о том, что все процедуры запланированные будут реализованы, но они будут реализованы с учетом ситуации вспышки коронавируса. То, что будет возможно, по мнению вашего лечащего врача, отложить, будет отложено, и это нормально, потому что лечащий врач понимает риски и адекватно их оценивает. И, соответственно, здесь его решению, пожалуй, нужно довериться. При этом важно не фантазировать себе о том, как у меня там все распространится и разрастется, пока я сижу здесь на самоизоляции и ничего не делаю. Вы делаете. Делаете очень много. Пытаетесь себя обезопасить вот таким вот простым способом изоляции от непонятной, невидимой глазу угрозы, которая, собственно, в данный момент, скорее всего, опасна для вас больше, чем онкологическое заболевание, которое уже более-менее под контролем, и которое уже подвергается лечению. Теперь поговорим о пациентах, которые имеют пожилых родственников. Такие, наверное, есть у всех практически. И также здесь новостей не будет, но, тем не менее, мы это обговорим. Пожилых родственников важно ознакомить с тем, что за ситуация у нас в мире возникла. Потому что если пожилые родственники как-то когнитивно снижены и не совсем критичны к ситуации, они могут не понимать, почему им нельзя выходить на улицу или пренебрегать, например, этими правилами, потому что русская авось или просто не привыкли заботиться, к примеру, о себе. Их важно ознакомить с тем, что происходит простым языком. Возможно, эту информацию придется каждый раз повторить. Возможно, это придется сделать эмоционально. Но важно донести до родственника, что происходит. А еще важно получить от него обратную связь. Насколько он понял вообще, что происходит, и насколько он понял угрозу собственной жизни. Важно убедиться в том, что у пожилых родственников есть необходимые запасы лекарственных препаратов, продуктов питания, каких-то любых других средств, в которых они нуждаются. И, соответственно, также с ними важно поддерживать контакты. Это дистанционный контакт или личный контакт, если так случилось, что вы живете вместе. Поскольку пожилые родственники, реакции их могут быть такие же, как детские реакции. Они могут не до конца понимать то, что происходит. Они могут испытывать напряжение, но могут быть неспособны это напряжение выразить. И в таком случае они будут без конца переспрашивать или нарушать режим. Или просто задавать вопросы, которые кажутся вам глупыми, не относящимися вообще к делу. И так далее. Но вот это просто попытка обратить на себя внимание и попытка разрядить эмоциональное напряжение. Лучше этим не пренебрегать, насколько это возможно. Ситуация пандемии касается всех членов семьи. И поскольку мы довольно часто говорим о том, как важно поддерживать благоприятный климат внутри семьи для онкологического больного, здесь эта ситуация не является исключением. То есть важно также и дальше стараться поддерживать эмоционально благоприятные отношения с членами семьи. Пытаться либо говорить, если возможно, говорить и обсуждать конфликтные ситуации, которые назревают или уже случились. Либо пытаться избегать эти конфликты, сглаживать углы. Сейчас в условиях пандемии, когда вы вынуждены длительное время находиться рядом друг с другом, и каждый находится в ситуации стресса. Если в семье есть дети, здесь речь идет о маленьких детях, то есть до 10 лет, давайте до подросткового возраста возьмем. Насколько детям сложно переживать ситуацию стресса в связи с тем, что они могут не до конца осознавать, что происходит, а при этом испытывать то же самое эмоциональное напряжение рядом со взрослыми, которые тревожатся. И дети вам не скажут что-то «я волнуюсь и напряжен». Скорее всего, это у них будет проявляться поведенчески или в физиологических, например, реакциях. То есть часто у детей, которые находятся в длительном стрессе, эмоциональном напряжении, наблюдается ночной НРС, например, или длительное желание находиться в реальности игрового мира, к примеру, или наоборот, слишком активное поведение, бесконечное дергание родителей, раздражительность, злость в отношении родителей, наоборот, погружение в себя, к примеру, отказ общаться с окружающими. Если у ребенка меняются в режиме самоизоляции предпочтения, он отказывается от того, что раньше ему приносило удовольствие, и при этом наблюдается уход в себя, такая погруженность, сниженное настроение, то вот на это стоит обращать внимание и не дергать ребенка, мол, давай, иди играй и веселись, потому что ты ребенок. А давайте ребенку возможность выражать свои эмоциональные реакции. То есть детей можно поощрять, разговаривать с вами о том, как они себя чувствуют. Не каждый ребенок готов к разговорам об эмоциональной сфере, но о том, как у них дела, говорить они, в принципе, любят, поэтому это делать нужно. Также детей, им нужно давать возможность выражать свои эмоции с помощью игровых методов, с помощью арт-терапии. То есть они любители порисовать, полепить, во что-то поиграть, и поэтому всегда это хороший способ разрядки эмоционального напряжения. Если два раза в неделю вы в этих играх, рисованиях и так далее поучаствуете, то это будет для ребенка иметь хороший терапевтический эффект, и он даже почувствует, что он не одинок в своем переживании. Почувствует плечо взрослого сильного родителя. Важно следить за своими реакциями, высказываниями в отношении ситуации пандемии, когда дети рядом. То есть если это негативная оценка пандемии, высказывания в отношении страха и тревоги, то ребенок будет это перенимать, поскольку дети часто не знают, как реагировать. И когда рядом взрослый, который демонстрирует способ реакции, дети его перенимают, и, соответственно, в дальнейшем это уже становится их реакцией. Поэтому здесь важно демонстрировать ребенку относительно конструктивное отношение к тому, что вокруг происходит. Важно избегать спекуляций на слухах, потому что дети информацию впитывают довольно быстро, и они не способны к ней критично отнестись. Поэтому все, что говорит взрослый, становится правдой, особенно когда ребенок тревожен и не знает, что происходит. Ну и важно сохранять привычную деятельность ребенка, насколько это возможно, так же, как и ваш распорядок дня. Для него он также важен. Далее, если говорить о том, как объяснить ребенку, что происходит вокруг, и как помочь ребенку себя обезопасить и снизить риск заражения, это в соответствии с возрастом, естественно. Могут быть игры для формирования навыков мытья рук, придуманные какие-то истории, сказки о вирусе, для того, чтобы говорить о том, как он передается, как им можно заразиться и как от него нужно защищаться, когда он нападает, к примеру. Это могут быть игровые формы уборки, насколько у ребенка хватает внимания, естественно. Важно ознакомить ребенка с средствами индивидуальной защиты, для того, чтобы он понимал, как они устроены, и чтобы не пугался, когда он видит вас, например, в маске или в перчатках, ну и самого себя. Американские коллеги, к примеру, создают комиксы для детей про коронавирус, про способы себя защитить, про то, какие реакции бывают у взрослых, у пожилых, у самих же детей, что, собственно, является хорошей иллюстрацией для ребенка ситуации, возникшей. Особо креативные родители у нас тоже занимаются подобным, потому что это хороший способ донести до ребенка в иллюстративной форме. Ситуацию и меры, и его зону ответственности. Все-таки, если со своим эмоциональным состоянием не удается справляться самостоятельно, и возникает ощущение, что любые принятые меры не срабатывают, в этом случае можно обращаться за помощью дистанционно. У нас есть различные горячие линии, телефоны доверия. Вот на слайде представлены телефоны, как они работают и так далее. Не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам психолого-психиатрического профиля. Потому что важно из этой ситуации выйти с охранными. В принципе, у меня на этом все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok